Всем привет! Меня зовут Ксюша и добро пожаловать на мой канал, на котором я сегодня буду тестировать немножко богатой жизни, а именно средства для лица от Dior. Для начала это последний вышедший тональный крем от Dior, Dior Forever Natural Nude и также консилер Dior Forever Skin Correct. Мы с вами попробуем нанести эти средства разными способами, я расскажу для какой кожи, для каких случаев они подходят, мы немножечко поговорим об оттенках, о цене. В общем, постараюсь рассказать по максимуму вам про эти средства и про мои впечатления от них, ну и прежде чем я начну, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, потому что здесь куча всего бьюти полезного и бьюти красивого. Бьюти красивого, просто потрясающе. Ну и, конечно же, авансом ставьте лайк этому видео и давайте начинать. Кожу я свою уже подготовила, у меня увлажняющий крем, крем под глаза, тоник, тонер, короче, все, что можно, поэтому надеваю ушки и перехожу к тону. И на самом деле есть небольшая проблемка в том, что тон у меня в оттенке 1N, а консилер у меня в оттенке 1,5N. По линейке оттенков он чуть темнее, чем вот этот вот у меня тон. И так на самом деле вышло не случайно, так вышло специально. Дело в том, что я читала довольно много отзывов про эти консилеры. И в большинстве отзывов говорится, что этот консилер благодаря своей шикарной пигментации и довольно плотной текстуре подходит именно для перекрывания точечных каких-то несовершенств, нежели чем нанесение под глаза. Но мы с вами и так и так сегодня попробуем, потому что несмотря на то, что это 1,5N, а это 1N, они в принципе по оттенкам недалеко друг от друга уходят. И как бы я этот консилер на самом деле взяла для работы именно для перекрывания точечных каких-то моментов, потому что консилера под глаза у меня уже есть любимый, есть идеальный. Мы тоже обязательно о них поговорим в каком-нибудь видео. Ну и плюс на обзор у меня лежат еще 2 тона от Dior, который матовый, который Skin Glow. И мы тоже с вами обязательно будем их тестировать, а потом в каком-нибудь видео все сравним. И я сделаю такую большую подборку про тона от Dior. Если вам интересны еще какие-то тона от Dior, то обязательно отпишитесь в комментариях. Но вот на Dior Forever я надеюсь сделать такой полноценный обзор. И начнем мы, ребята, с того, что будем, конечно же, наносить тональное средство на лицо. И на левую часть лица я буду наносить тон кистью и не буду использовать никаких дополнительных баз, ни затирок для пор, ничего. А вот на эту сторону я нанесу спонжем и хочу на T-зону нанести себе вот такую зеленую базу от Pro Makeup Lab, потому что я уже тестирую этот тон несколько дней. И часов через 5, через 4, может быть, часа я заметила, что у меня тон начинает немножечко вот здесь, где у меня есть чуть расширенные поры, он начинает в них проваливаться. И я хочу посмотреть, будет ли он лучше держаться с нанесением вот такой вот какой-то матирующей, жироподавляющей и слегка выравнивающей базы. И вот такой вот оттенок у этого тона. То есть, видите, он для меня на самом деле чуть желтоват, чуть темноват, но в принципе есть такая тема у тонов от Dior, что они очень-очень желтые. И, например, Dior Backstage, он вообще по-страшному окисляется. А вот, например, оттенок консилера, посмотрите, он чуть-чуть, как будто бы чуть-чуть темнее, чем тональное средство. Но очень интересно на самом деле, что у него слегка розоватый, как будто бы подтон, слегка такой персиковый, благодаря чему он хорошо перекроет синячок вот здесь вот в оголочке глаза. И плюс вот этот вот тон, он окисляется, он немножечко окисляется, и в какой-то момент консилер становится практически идеально по цвету с тоном. Может быть, даже как будто чуть-чуть светлее. То есть, выбирая тона от Dior, всегда помните, что они имеют такую тенденцию окисляться. Нам сегодня, кстати, очень повезло, потому что у меня вот здесь вот куча каких-то прыщиков повыскакивала. Ну, как бы мне не повезло, а вам повезло, потому что вы видите, насколько тоненькое покрытие у этого тонального средства. Причем оно фиксируется, но не прям так, чтобы быстро, и не прям так, чтобы прям совсем намертво. У него очень легкая текстура, но очень тоненько наносится, но при этом сам по себе тонко. Когда вот, например, вы его на руку выдавливаете, он не растекается, как водичка. Он куда более плотный, знаете, как больше такой увлажняющий кремушек. А затем, когда вы уже разносите его по лицу, вот это вот тоненькое покрытие у вас появляется. И, в принципе, сейчас, мне кажется, большая тенденция идет к тому, что чем более водянистый тон, тем больше в нем пигмента. Вот, по крайней мере, я такую тенденцию заметила. И посмотрите, как бы тон на самом деле ничего не перекрывает. Это тональное средство для людей с нормальной кожей, с комбинированной кожей. Для кожи сухой и для кожи, склонной к сухости, вообще прям 100%. Для жирной кожи я бы его не использовала. И если у вас комбинированная кожа с жирной вот какой-то вот Т-зоной, то там лучше все-таки наносить, наверное, консилер. Либо же там наносить базы хорошие, матирующие. Но, опять-таки, матирующие базы это не на каждый день такая история. То есть, это явно не для жирной кожи тональное средство. У него такое очень красивое, здоровое покрытие. Он вообще не заметен на вашей коже. То есть, я вот сейчас вот смотрю, и такое чувство, что это моя кожа, только чуть-чуть получше. Ну и, как сами видите, так как не перекрыто ничего, то это тон для идеальной кожи. То есть, если у вас все идеально, если у вас нету каких-то несовершенств, как есть, например, у меня сейчас, это тон как бы для вас. Если же есть что-то подобное, и вы хотите это спрятать, то нужно выбирать что-то более плотное. Но мы сейчас будем пытаться это еще все консилером сверху перекрывать, когда затонируем все лицо. И несмотря на то, что это оттенок под номером 1, у них еще есть 0 и 0,5, он очень темный. В принципе, в линейке у Dior, в тонах у Dior, в принципе, довольно-таки темные всегда оттенки. То есть, рассчитывайте на это. И тон у меня чуть подфиксировался. Я немножечко пробую кистью его наслоить, чтобы показать вам, возможно, это сделать или нет. И я могу сказать, что он не прям круто наслаивается. И его проблема при наслоении в том, что вот эта вот зона вокруг носа, где у меня есть расширенные поры, она начинает выглядеть более подчеркнутой. То есть, все вот эти вот поры, они становятся более заметными. И выглядит это уже не так красиво, как нанесение одним слоем. То есть, сейчас моя кожа не в лучшем состоянии. И, соответственно, тон на ней выглядит, ну, как бы не так красиво, как когда она идеальная. Давайте наносить на вторую часть лица спонжем. Я хочу, наконец-таки, чтобы у меня сравнялись оттенки кожи. На правую часть лица тон я нанесла спонжем. И, кстати, мне здесь гораздо больше нравится нанесение вокруг именно носа. Там, где у меня есть немножко расширенные поры. Благодаря тому, что я нанесла сначала зеленую базу, поры выглядят гораздо менее заметными. И именно на эти места тон лег гораздо лучше. И, в принципе, при нанесении спонжем он как-то более плотно, что ли, ложится. Ну, в принципе, что и логично. Но на этой стороне лица у меня тоже, к сожалению, все далеко не идеально. Поэтому всякие вот несовершенства, которые здесь есть, они, естественно, как бы супер заметны. Так, надо скорее тестировать все остальные тона от Dior. Пока у меня в таком состоянии кожа. Потому что, как бы, здравствуй, гребаный ПМС. Все обсыпала прощами. И вот, чтобы видеть, насколько хорошо тона работает, надо быстренько все сейчас тестировать. И, ребята, я этот тон не боюсь наносить себе на зону под глазами. Потому что он, собственно, очень увлажняющий. Он не матовый, он не тяжелый. Это, знаете, больше мне напомнило либо BB крем, либо CC, ну, наверное, больше BB крем все-таки мне это напомнило. Это очень такая ухаживающая текстура, очень ухаживающий тон. Он, он приятно, кстати, пахнет, что огромный плюс. У люкса всегда офигенные отдушки. Ну, в большинстве своем у них офигенные отдушки. По крайней мере, вот у тонов от Dior прям супер какой-то свежий аромат. Как будто бы в весеннем лесу стоишь. Вот серьезно. И, в общем, ну, ну, как бы красиво. Мне только на шею надо потом спустить тон. Видите, как бы разницу. А ну, это мы все сделаем. Ребятушки. И спонжи мне нравятся больше. Я до этого только кистью наносила. Я подумала, что этот тон нужно наносить кистью, потому что спонж все впитает. Да, спонжем расход получается больше, но за счет того, что текстура довольно плотная у тона, он не впитывает в себя столько, сколько, например, он впитал бы того же Shiseido Synchro Glow Skin, который прям как водичка. И если вы спонжем наносите, спонж все такой, все впитывает. И ничего вам на лицо практически не переносится и не садится, как говорится. И, ребята, я предлагаю переходить к консилеру. Нанесла его уже себе на ручонку. Ничего не ношу себе на лицо аппликаторами, потому что гигиена. Для работы буду это использовать. И на самом деле я дофига себе выдавила, ну, точнее, как выдавила, нанесла. Потому что, во-первых, тут большой аппликатор у этого консилера, а во-вторых, у него очень-очень высокая пигментация. То есть, вот такое вот пятнышко я сейчас себе поставила. И пальчиком я буду его распределять. Кстати, как вам мои ногти вообще? Вы такое видели? Видали такое? Красота? Очень длинный, и с ними неудобно что-либо делать. Короче, ребята, этот консилер супер пигментированный. Прям вот очень хорошо пигментированный. Но он может быть тяжеловат. То есть, если у вас сухая кожа под глазами, знаете, такая тоненькая, высушенная, возрастная, то он все это нафиг подчеркнет. Ну, кстати, по оттенку чуть-чуть, наверное, даже вровень с моим тоном. Сейчас нанесем, посмотрим. Я хочу достроить покрытие там, где мне необходимо при помощи этого консилера. Потому что, например, в Т-зоне мне покрытия не хватает, на носу мне покрытия не хватает. Конечно, этот оттенок прям великолепен для перекрывания точечных несовершенств. То есть, он не светлый. Потому что, если вы светлым консилером начнете перекрывать прыщи, ну, как бы удачи вам с этим. Белые пятна на лице вам обеспечены. Я, на самом деле, сегодня как-то потрачено выгляжу. Первый день цикла. Здравствуйте, прыщи. Здравствуйте, отеки. Здравствуйте, боль по всему телу. Вы знаете, я просто сегодня консилером перекрываю вообще просто все. Потому что мне не хватает покрытия. Я обычно так люблю легкое покрытие. И до сегодняшнего дня я была в восторге от тона. Потому что кожа была хорошая. Я даже уже в сторис выкладывала свою прекрасную кожу и видео в инстаграм. Я снимала с этим тоном. Кстати, если вы до сих пор на инстаграм не подписаны, подписывайтесь, потому что там куча крутого бьюти-контента. Но, в принципе, мне нравится, как этот консилер выглядит под глазами. То есть, у меня есть морщинки вот здесь вот, но они не критичны. То есть, у кого-то с большим количеством морщин, с более сухой тонкой кожей, все будет куда хуже выглядеть. Но, как бы, у вас с любым плотным консилером под глазами будет сухость, под глазами будет все подчеркнуто. Вот здесь вот тоже, ну, как бы на порах он так виден. Но, опять-таки, ребята, это плотная текстура. И, например, вот Nars, мне кажется, примерно так же выглядит под глазами. Может быть, чуть менее сухой, но очень-очень, на самом деле, похожий. Пигментация действительно плотная, круто все перекрыл. Так, я вот здесь вот прыщ не перекрыла. Сейчас, ребята, перекрою. И, на самом деле, оттенок 1,5N я выбрала очень правильный для того, чтобы скрывать какие-то мелкие прыщички, какие-то покраснения, какие-то несовершенства. И даже с синячком он справится. Опять-таки, благодаря тому, что слегка-слегка вот как будто бы он розовит. Прям самую малость. Как будто бы уходит в персиковый. И вот для синячка это прям вообще великолепно подойдет. Я, ребята, сейчас докрашу лицо, вернусь к вам. Мы еще немножечко поговорим про эти тона. Так что не уходите далеко. Я закончила свой образ. Я сейчас снимаю макияжи для обзора на вот эту вот палетку от Хиндаша. Бьюцепси, но сейчас не об этом. И начать я хочу 100. Но стоит он в косметических магазинах, типа Литуаль, Сефор, Вильда, Батери, Божла. То яблоко примерно одинаково. Без скидок это 4 тысячи. И со скидочными картами это где-то 3 тысячи рублей. Самая, пожалуй, выгодная цена получается в Литуале. Потому что в мобильном приложении, например, вы можете применить два промокода. Один промокод это GoMobile. Он действует, если я не ошибаюсь, вообще при каждом заказе из мобильного приложения. Это скидка 300 рублей. И еще там постоянно есть какой-то промокод на скидку 6 либо 8%. Я все время путаю. По-моему, 6% дополнительно к вашему заказу. И вот я смотрела, что такой тон там выходит 2694 рубля со всеми вот этими промокодами. Это, ребята, не реклама. Просто вот рассказываю, где выгоднее купить. Здесь у тона 30 миллилитров. И цветовая линейка, я бы сказала, что у Dior в принципе не очень дружелюбная для нас, вот для северян. Я в Санкт-Петербурге живу. И в основном все мои клиенты с нейтральным подтоном кожи либо же с холодным каким-то таким розовым подтоном. Желтых довольно мало. А вот тона от Dior, они все-таки больше в желтизну уходят. Ну и в описании этого тона сказано, что он на 96% состоит из натуральных ингредиентов и с концентрацией цветочного ухода за кожей. Обещает он нам свежую и легкую текстуру. И этот тон позволяет добиться натурального и сияющего покрытия без эффекта маски, позволяя коже дышать с утра и до вечера. Покрытие совершенно даже на протяжении 24 часов. Кожа увлажнена, сияет и наполнена. По поводу того, что он держится 24 часа, я уже неоднократно сказала, что когда у меня кожа была в идеальном состоянии, вот здесь вот все равно он у меня забивался в поры. Вот именно кусочки пигмента забивались у меня в крупные поры. Мне интересно посмотреть, что будет сейчас. Покрытие у тона легкое, и его в принципе можно наслоить, потому что он фиксируется, но тем не менее какого-то большего покрытия вы не добьетесь. То есть все равно это слабое перекрытие. У вас не будет среднего перекрытия 100%. И единственный момент, как вы можете уплотнить нанесение этого тональника, это наносить его спонжем. То есть кисти все равно он растягивается чуть более тонко, спонжем он как-то поплотнее чуть-чуть ложится, но со спонжем нанесение становится менее экономичным, потому что спонж впитывает в себя часть продукта. И вот если я один раз нажала на помпу и на этой стороне лица кистью прям разнесла, то на эту сторону лица одного нажатия мне чуть-чуть не хватило, и я вот еще пол нажатия сделала. То есть вот такой вот момент по поводу экономичности расхода такого тона. У тона очень приятный такой аромат, какого-то свежего-свежего парфюма, причем аромат не сильный, и вы его чувствуете только вот там несколько секунд в момент нанесения, а потом этот аромат сразу же выветривается. Очень прикольно пахнет. Чего я не могу сказать, кстати, про консилер. У консилера более какой-то парфюмированный запах, более тяжелый. Он не сильный, то есть он не бьет прям в нос, но он вот какой-то потяжелее, ну и тоже он довольно быстро выветривается. Консилер без скидок стоит 3000 рублей, и в золотом яблоке по карте он стоит 2250 рублей. И я вот могу сказать, что сейчас прошло, наверное, часа полтора-два с момента нанесения консилера, и под глазами он у меня закатался во все морщинки. Это абсолютно нормально, то, что консилер закатывается в морщины, просто информирую, чтобы вы знали, что хоть он и фиксируется, и он не остается липким и подвижным, но он фиксируется не на 100%. И для меня он, наверное, все-таки тяжеловат под глаза. Даже вот, например, консилер от Nars, который Radiant Creamy Concealer, он тоже, знаете, такой не супер легкий, не супер увлажняющий, но мне он очень нравится под глазами. Вот этот же консилер, его лучше брать именно для какого-то перекрывания точечных несовершенств, для цветокоррекции светом, именно светлым оттенком, то есть наносить на подбородок, на нос, на лоб, куда-то вот сюда вот, то есть это будет очень хорошо, но, пожалуй, не под глаза. Что здесь круто, так это то, что здесь огромный объем, тут 11 мл, это очень много, и учитывая вот его стоимость, 2200 там с чем-то рублей, и, например, сравнить с консилером от Nars, который в Литуале по максимальным скидкам вы можете купить за 1200, но здесь 6 мл, и, короче, вот здесь, мне кажется, Диор, конечно, выигрывает немножечко по объему, если честно, и у него вот такой вот большой аппликатор, на который набирается огромное количество продукта. Я с аппликатора на себя не наношу ничего, я переношу сначала на руку, но для тех, кто будет покупать такой консилер для себя, я вам советую с аппликатора не бахать сразу огромную такую жирную точку консилера себе на лицо, а вот чуточку добавить, разнести пальчиком или спонжем, и посмотреть, нужно ли вам еще раз продублировать, потому что действительно очень много продукта на вот этом вот аппликаторе. И в описании этого продукта написано, что консилер маскирует круги под глазами, покраснение, любые другие недостатки кожи, не забиваясь в морщинки. Безупречный цвет лица с утра до вечера, плотность покрытия можно варьировать от легкого до плотного. Консилер можно носить как точечно, так и на все лицо, как тональную основу, следы усталости исчезают. И да, действительно, я могу сказать, что такие пигментированные консилеры очень круто наносить именно как тональную основу, растягивая их кистью по своему лицу. То есть вы ставите-ставите точечки, пук-пук-пук-пук-пук, потом кистью все это разносите, ну, либо спонжем тоже можно попробовать, но я, в принципе, любитель наносить тон кистью, поэтому я всем тоже советую кистью. И хорошее у вас покрытие получается, но он такой довольно-таки матовый, поэтому как бы ждите, что на коже он будет ощущаться тяжеловато. И консилер в пластиковой упаковке, в отличие от тона, тон в стекле, ну, как бы, извините, простите, 4000 рублей без скидок еще был не в стекле. Хотя, на самом деле, у Диор много тонов не в стекле, а в пластиковой упаковке, совершенно какой-то неприглядный, например, как Диор Бэкстейдж. И сейчас по щелчку пальцев мы с вами посмотрим, как я выгляжу в конце этого дня. Ребята, с тоном я хожу уже часов 8, и как бы, как сами видите, здесь у меня тона уже вообще как бы не осталось. Вот в этом вот кусочке, правда, я иногда вот так вот делаю. Кстати, с этой стороны вроде бы получше. Я обычно на эту щеку опираюсь. Но, в общем, суть в том, что я буквально вот минут 30 назад промокнула все матирующие салфетки, потому что у меня лоб блестел, у меня нос блестел, у меня вот здесь вот блестело. В целом, вот на этой стороне, вот здесь вот, где я использовала зеленую базу, промайкап, выглядят лучше. Здесь завалилось прям в поры. У меня завалился весь тон, видите, вот вокруг носа. Усы, господи, надо их убрать. Здесь реально выглядят получше. Я уже под вечер все такая потраченная, но, напомню, часов 8-то прошло. Часов 5, часа 4, тон идеально выглядит, да, как вот после нанесения. Но сейчас прям, нет, 24 часа вот не будет носиться. Ну что ж, мы вернулись с вами сюда. Я надеюсь, что в конце дня я выгляжу прекрасно. Я благодарю вас за просмотр. Надеюсь, что это видео оказалось для вас полезным. Скоро у меня на канале ожидается обзор на линейку срез для лица Dior Forever. Так что ожидайте, следите, подписывайтесь на канал. И предлагаю вам посмотреть ролики, которые вы видите на своем экране. Мы с вами увидимся именно в них. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!